Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Бай. Я продолжаю обзор дымоходов из нержавеющей стали, а вернее обзор предприятий, которые производят брендовые дымоходы. И сейчас у меня на обзоре будут дымоходы компании Еремес, которые представлены на территории Российской Федерации. Здесь у них расположен завод, он расположен в Москве, всего 8 заводов по всему миру. Это довольно серьезная компания, которая уходит своими корнями в 70-е годы. И первый дымоход из нержавеющей стали, а меня интересует именно дымоход из нержавеющей стали, были произведены в 1984 году. Вот видимо тогда их всех и поперло, они не могут до сих пор остановиться. Ну пойдемте смотреть. Техника безопасности на первом месте. Касочка, это очень важно, европейский подход, жилетка. Идем в все элементы, сейчас находимся в самой производственной линии. Конечно, вы должны понимать, что есть какие-то секреты, которые я вам не покажу, но важны такие элементы, которые используются, материалы какие, какие используются утеплители. Я вам буду показывать, но он уснул. Все, что разрешено, я вам обязательно покажу. То, что запрещено, извините. Сейчас вы увидите, как зарождается труба для дымоудаления 365 диаметра. Были внесены данные, это размер, то есть длина заготовки и количество. Ну и дальше уже все в руках робота. Пока лежит на столе, она не поедет. Все понятно. Все, дальше ручками понесли в другое место. И понесли скорее всего туда, да, на вальцы? И попадает она вон туда. Это конвейер. Все, а дальше идем на сварочку. Сварка дальше? Да. Да? Был прав. Да. Роб, стреляет, верно. Продолжение следует... 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 все делает программа вот при помощи компьютера потому что проблема многих предприятий это в том что большое количество отходов но здесь сделали потом отверстие может 50 диаметра перевели трубу для того чтобы максимально использовать маленький диаметр оператор следит полностью за всем процессом пошла одна вставочка какая-то вот эта вставочка с отверстием несколько отверстий возможно это какой-то отвод будет сделать тройник наверное с выходом под определенный диаметр сейчас выйдет продукция хочу посмотреть какое качество реза насколько она качественная а можно эту заготовочку какую-нибудь взять вот заготовка которая резалась никакой кромки здесь нету вертикальная кромка это метка для позиционирования в дальнейшем сюда будет вставляться такая вот ставочка вот этого будет на это пятьдесят шестьдесят к минимальный диаметр какой 60 вот заготовочка поехала для резочки также все щипу все на управление все определенные элементы пошла нарезка это очень мощный аппарат серьезно меня интересует качество исполнения какая кромка получается на выходе потому что мне сказали что она лучше чем на оборудовании которые вы видели это скорее всего под сегмент 90 градусов либо какой-то угол пирожки тепленькие камеру поправим холодненькие так смотрим есть заусенцы маленькие дальше они обрабатываются то есть так и остается показать надо было заусенец показать просят заусенец показать чтобы вы понимали что не то что там да насколько он маленький камера наверно не передаст заход да вот он минимально видите если не то что там грубо там пол сантиметра у вас будет свисать соблев которые вы можете по интересу есть вот я пальцем провожу никаких проблем и вот по всей кромке пореза нет потому что из моей практике так и дымохода проходит очень много бывает элемент возьмешь где-то не неправильно коснулся и пальцы порезаны да бывает что такое даже без перчаток не подходить но перчатки в нашем нашей работе они очень важны то загоняется полностью стопка потом вырезается все да под определенными сегментами сейчас буду показывать какой утеплитель использую видно какой-то какой-то элемент ставится полностью прессованного утеплитель утеплитель толщиной где-то 20 сантиметров и все это в дальнейшем он проволочка стоит нарезается программа задает определенная программа то есть как я понимаю здесь используются цилиндры будут в дальнейшем цилиндры использоваться да вон сами цилиндры тридцатка либо 35 мы узнаем какую плотность используем и тоже узнаем я вам рассказал про то как используется то что я увидел а теперь нам надо я буду задавать вопросы главному инженеру который знает о предприятии этому все досконально вопрос который я задаю производственникам какой утеплитель используйте используются утеплителя роквелл мы получаем готовые блоки для того чтобы могли вырезать изоляцию любого диаметра так как она сегментированная мы получаем готовый блок от компании роквелл плотность его 120 килограмм на кубический метр блоков станком резкой изоляции мы получаем сегменты нужного размера под нужную толщину нужного диаметра роквелл который в россии производится компания-производитель роквелл россия они находятся у нас в балашике это дочернее предприятие датской компании именно на этом рынке роквелл рус он не уходит дальше он только вы закрываете здесь только здесь вся группа компаний также использует утеплитель компании роквелл что в польше что в германии что в испании в чехии единственная другой производитель утеплителя это на нашем американском заводе стандарт у нас 32 миллиметра но по заказу изготавливаем до 120 миллиметров у вас вот по входу получается цилиндр правильно цилиндры несколько сегментов которые вы собираетесь стоит цилиндр собирается из сегментов и видел там шип все через шип то есть мостиков никаких нет мостов нет он получается полностью изолированный контур внешне от внутреннего максимальная температура эксплуатации утеплителя до 600 градусов это его рабочая температура а кратковременная кратковременная при 50 до 50 до 80 градусов как утеплитель сам называется это базальтовая но у них есть аббревиатура какие-то все равно там вайрат мы это либо 20 20 20 20 20 я думаю понятно здесь по утеплителю на все вопросы которые я считаю что нужно ответить которые должны знать потребители как конечно потребитель возможно это заказчик ничего сложного нету цилиндры а всегда использовались цилиндры либо нет то есть засыпка никакая трамбовка не использовалась самого начала но это компания ремес решила что именно надо так да потому что встречается разные утеплители но сейчас разделение идет именно на мягкие утеплители на жесткие вы меньше используете либо больше утеплитель по плотности либо 120 и все по стандарту компании группа компаний используется утеплитель определенного качества и другие не используются вы как потребитель должны сейчас обращать внимание я буду для очень много этого времени именно плотность утеплителя если вы начнете изучать сейчас европейский американский рынок у них как правило 120 килограмм на метр кубический а еще процент усадки какой у него у него при рабочей температуре усадки допускаются не более полутора процентов все по утеплитель я думаю разобрали изделяете большое значение именно плотности утеплителя это мой вам совет потому что я сейчас при выборе дымоходов ну достаточно изучая этот рынок и как пришел к выводу что в европе мало кто сейчас использует меньше плотно чем 120 каким методом там прессовка цилиндр это уже на эту тему можно очень много разговаривать но компании ремисс используют именно цилиндры это их выбор и эти дымоходы которые уже проверены не одним годом не два компания которую горюк восемьдесят четвертом году первый домохода выше это история уже они знают о чем говорят если были какие-то у них рекламации были бы проблемы с продукцией они бы внесли я думаю технологическую карту ряд изменений поэтому использую значит работает смотрите вот этого классные запасы сказки и запасы по утеплителю которого дальнейшем будет использоваться в утепленных труб один из ман немаловажных факторов потому что я экологии уделяют достаточно внимание сейчас это очень важно это тренд это вот эти вот элементы а вот это вот остатки которые в дальнейшем возвращаются производителю руку и которые дальнейшем они перерабатываются это очень важно потому что с точки зрения экология при выборе для конечного потребителя это может быть один из важных элементов потому что я знаю по гофры картона если у меня есть люди которые возьмут в упакованную трубу которая упакована картон и откажется от пластика да это рынок надо двигаться и особенно европа об этом знает производитель покажет как собирается труба утепленная гордятся они своим изделием вот сегменты 4 сегмента для каждого диаметра для каждого диаметра свое количество сегментов она отличается робот нарезает вот шиповое соединение шип-шип и в конце уже видите с натяжкой с натяжкой вставляется и вот она полностью цилиндр один в один и это уже почти готовые изделия все труба готова а теперь упаковка и на продажу ух ты вот она утепленная труба смотрите что делает красоту это реально красота то есть труба последняя поступает уже вам не царапанная поэтому если вы решаете продавать трубы в регионы то на это обращайте внимание то что ты как российский рынок перестраивается уже на картонную упаковку потому что очень много рекламации россии это не беларусь большой рынок там 34 логистика может пройти несколько перегрузок и в конце вам придет яйцо ну а здесь все будет четко и последний конечный потребитель получит уже изделие которые увидел в каталоге либо на витрине здесь все довольно просто сейчас люди ушли на обед потому есть возможность показать используется на состыковках роликовая сварка но дальше когда обзор самих элементов буду делать вы увидите это на сегментах только ролики используется на углах 90-х и на углах вообще на на углах роликовая сварка . не используется . как технологически то есть прихватить точке потом ролика пройти для того чтобы симметрично собрать да но это очень важно потому что герметичность труба проходит испытания сама вернее проходила испытания но без роликовой сварки там никакой герметичности даже речь не может идти ролики ролики большие маленькие этого наверно подготовили он стоят еще и там шесть штук еще до готовить то есть поэтому я часто тысячи существует наружить торжественно деньг мы что что Продолжение следует...